Посещать в режиме самоизоляции нельзя конно-спортивные центры при Байкале. Как итог, у клубов заканчиваются средства, нечем кормить лошадей. Как скакуны живут в таких условиях, выясняла Ольга Харнутова. Теперь только сухая трава и вода входят в рацион этих лошадей. А ведь они привыкли к лакомствам от посетителей конного центра. Но вход для посторонних сейчас закрыт. Из-за самоизоляции 38 лошадей вообще могут остаться без еды. Еще и трактор сломался, который помогал собирать сено. Животные, которые находятся на содержаниях в конных клубах, сейчас остаются без возможности выживания, потому что нет доходов, на которые можно приобрести корма и обеспечить уход за этими лошадьми. Несмотря на финансовые трудности, сотрудники остались работать. Некоторые даже живут в конном центре, как, например, администратор Лидия Крюкова. Чтобы не было инфекции извне, поэтому предложили, как бы, есть возможность ночевать. И чтобы не ездить из города в ежедневном формате, не пользоваться услугами общественного транспорта, а жить здесь, проживать. И поэтому, ну, решилась на это, потому что есть необходимость, потому что любишь эту работу. Тренировки лошадей во время самоизоляции, кстати, не прекращаются. Чтобы животные без посетителей не потеряли форму и навыки. Глория – одна из самых старших лошадей в конном центре. Она помогла реабилитироваться не одной сотней детей. И сейчас она без них очень сильно скучает. Поэтому сотрудники ей уделяют особое внимание, чистят по несколько раз в день, гуляют с ней и тренируют, чтобы мышцы не атрофировались. Однако общения с людьми и движения лошадям все же не хватает. Кризисной ситуацией оказались все конно-спортивные клубы региона. В ангарском центре сено для животных покупают в долг. Прокормить нужно 27 лошадей. Родители обучающихся наездников помогают как могут. Но этого недостаточно. Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам, организациям, людям. Помогите кто чем может. Есть больные люди, дети, которые сюда приходят на излечение, на получение удовольствия и прочее. С ДЦП дети занимаются. Поэтому просто необходимо поддержать вот такие вот организации. Нам бы еще хотелось, допустим, чтобы была не односторонняя помощь. А допустим, люди покупали бы у нас сертификаты. Кому-то, может, на дачу нужны удобрения. И нам бы это было намного проще и приятнее. Ну и людям тоже. Руководители конных клубов надеются, что действующий сейчас режим продлится недолго. Ведь даже в лучшие времена ипподромы все равно испытывают нужду. И никто не знает, что будет, если самоизоляция затянется. Ольга Харнутова, Владимир Пинаев. Новости по будням.